Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48-300 и 48-333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Благоустройство, озеленение и порядок в городе. Задачи, поставленные главой города, требуют ежедневного исполнения. Контроль за санитарным состоянием городских улиц должен быть ежедневным. Об этом сегодня напомнили всем городским службам и сотрудникам администрации на общегородском планерном совещании. О задачах и планах в предпраздничные дни доложили заместители главы Анапы. О кадровых изменениях в администрации города доложил заместитель мэра Анапы Олег Костенко. На должность начальника управления капитального строительства назначена Ольга Нечитайла. Руководители управления муниципального заказа Иван Кочетов и управления экономикой и инвестиций Евгений Приставко уволены по собственному желанию. О криминогенной ситуации в городе за неделю отчитались правоохранители. Проверены 72 иностранных гражданина, 29 привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. По детскому краевому закону 1539 проведены 105 рейдов, 24 родителя ответили по закону за правонарушение своих несовершеннолетних чад. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина напомнила, в Анапе с 19 по 23 мая пройдет неделя финансовой грамотности. Представители ведущих банков и страховых компаний Краснодара приедут в город-курорт для консультаций и мастер-классов с целью повышения грамотности специалистов в специфических сферах. Под угрозой срыва действий в Анапе программы по обеспечению жильем детей-сирот. Первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая напомнила об ответственности за бездействие и халатность чиновников. Я обращаюсь к начальникам управления. Вы не должны быть диспетчанами или курьерами. У вас должно быть видение, представление, как вы будете исполнять ваш подчиненный, ваш специалист, ту или иную задачу, механизм. Вообще полное отсутствие. У вас взглянет простота на большинство. Дисциплинарные высказывания и, как крайняя мера, увольнение грозят чиновникам за невыполнение обязанностей в сфере благоустройства. Вчера я отправляла помощника по своим улицам, которые закреплены за моими службами. Моему сожалению, казалось, что не все так хорошо, как вы бодро все обчитывали. Сегодня до конца дня. Если не будет порядка, а он будет, я уверен. И раз в неделю, меня представлен человек, будет объезжать, садовляв, и нападывайте в рот. Молча расстаемся со служебными обязанностями. Руководитель структура. Независимо, хоть снипедии волгу. Потому что, прежде всего, это и уважение. К себе, в голове и к населению. Главам сельских округов рекомендовано в течение рабочей недели навести порядок на ярмарках, привозах и рынках. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков категорично потребовал реализовывать продукты и промышленные товары раздельно. Отделите, где будут стоять продукты и где будет стоять промышленная группа. Потому что у нас так, стоит промышленная группа, тут матрасами торгуют, тут рыбой торгуют, тут галошами, тут мясом. Благоустройство Анапы на постоянном контроле мэра Сергея Сергеева. Основные задачи – озеленение, подсветка и дорожные работы. И в преддверии главного в нашей стране праздника – Дня Победы, задача для всех руководителей торговых и коммерческих предприятий – украшение фасадов зданий, соответствующей символикой. Праздник должен пройти на высоком уровне. И к другим темам. Торжественное мероприятие, посвященное 365-летию пожарной охраны России, прошло накануне майских праздников в городском театре. В юбилейный для службы год ветеранов и действующих сотрудников пожарной охраны наградили медалями, почетными грамотами главы курорта и благодарностями. На улице перед городским театром – смотр пожарной техники, а в холле – вернисаж детских работ на противопожарную тематику. Тем временем в зале ветераны и действующие сотрудники пожарной охраны принимают поздравления от творческих коллективов Анапы и администрации города. От имени главы Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравил его заместитель Алексей Харитонов. Хочу выразить вам слова искренней благодарности за ответственный труд, самоотверженность и отвагу при выполнении служебного долга, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия, уверенности в достижении намеченных целей, новых успехов в службе, в любых делах и начинаниях. Пусть ваш опыт и профессионализм и впредь служат на благо Отечества. Датой рождения пожарных служб принято считать 30 апреля 1649 года. В этот день был издан наказ о городском благополучии, в котором и устанавливался порядок тушения пожаров. И в нашем государстве появилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Наша работа была замечена главным управлением, южным региональным центром. И нам был вручен диплом третьей степени за 2013 год за повышение пожарной безопасности муниципального образования города Торо-Отанавр. Я хочу в этот день поздравить всех от всей души, пожелать всем счастья, здоровья, исполнения всех желаний и всего самого наилучшего. Поблагодарить также ветеранов, которые до сегодняшнего дня, как говорится, донесли наши традиции, которые мы будем продолжать. Заслуги лучших представителей профессии были отмечены почетными грамотами и благодарностями главы курорта. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и умелое руководство в решении задач по защите территории Анапы от пожаров награждены десяткой спасателей. Медалью МЧС России за отличие в службе третьей степени награждается прапорщик внутренней службы Лобанов Дмитрий Михайлович. История знает множество примеров героических подвигов пожарных. Память о тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения других, почтили минутой молчания. Также для возложения к памятному знаку пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны и ушедшим из жизни в мирное время, и к памятной доске партизанам пожарным, погибшим в годы войны, были направлены корзины с цветами. А присутствующим в зале ветеранам от ветеранской организации цветы, подарки и концертные номера. Продолжаем выпуск. Глазами ребенка. Под таким названием в городском театре отчетный концерт провел образцовый художественный хореографический ансамбль «Даймонд». Юные артисты продемонстрировали свое мастерство в балете, народных танцах и современной хореографии. Ансамбль «Даймонд» подвел итоги работы за год. Продемонстрировать свое мастерство на отчетном концерте ребята решили в Международный день танца. В этом году ансамбль в очередной раз подтвердил звание образцового художественного коллектива. Надо отметить, что возраст самых юных танцоров – три года. Воспитанники «Даймонда» занимаются по программе хореографической школы. Они изучают детский танец, классический и народно-сценический. Постигают из современной хореографии – акробатики. Совсем скоро к хореографическим дисциплинам добавится еще и детский фитнес. Постигать искусство танца ребятам помогают хореографы, концертмейстеры и бессменный руководитель коллектива Татьяна Удачина. Ежедневная кропотливая работа с танцорами, обработка движений у хореографического станка и индивидуальный подход к каждому воспитаннику дают превосходный результат. В этом году действительно сделали много новых постановок благодаря моим педагогам и моему творчеству. Мы в этом году открыли новое направление как современная хореография – «Пантомима пластика» и «Джаз модерн». Своих воспитанников Татьяна удачно учит творить движениями, пластикой, образами. Благодаря классике ребята изучают все тонкости балетного искусства. Эстрадный танец объединяет в себе элементы самых разных стилей и основывается на импровизации. Участники ансамбля ярко выражают в современной хореографии дух нынешнего времени. Юные танцоры – частые участники значимых городских и краевых мероприятий. Коллектив – лауреат международных конкурсов и фестивалей, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге и столице Кубани. «Даймонд» дарит свое творчество зрителям уже 12 лет. Поэтому ансамбль хорошо знают и любят. Воспитанники «Даймонда» полны творческих сил, планов и готовы покорять новые высоты. Желающим обучиться искусству танца по программе хореографической школы здесь непременно будут рады. Уютный балетный класс находится в здании 7-й общеобразовательной школы на улице Амелькова. В селе Суко прошел первый краевой форум под названием «Здоровое поколение. Крепкая Кубань». Его участники обсудили основные направления в работе по профилактике наркомании. Руководители социально ориентированных некоммерческих организаций обменялись опытом. Одно из основных направлений в профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни – занятия спортом, профессиональным и любительским. Евгений Яблановский, ученик 10-го класса, создал домашний спортивный клуб. Снаряды сделал с друзьями своими руками. Деньги на покупку инвентаря ребята заработали сами. Сначала было снаряжение на 6 тысяч, сейчас уже на 78. Снаряжение накуплено. Также результаты идут у всех парней. Сейчас на СШ было двое, сейчас уже 7 человек занимаются на зале. Отметили работу руководителей Центров подготовки волонтеров. Наградили благодарственными письмами за активное участие в проведении антинаркотической профилактической работы в период 22-х Олимпийских игр и 11-х Паралимпийских игр в 2014 году. Профилактики наркомании в Анапе уделяют большое внимание. Мы достигли определенных успехов в этой работе и заняли первое место по антинаркотической работе по итогам за 2013 год. Самое главное, мы должны понять одно, что борьба эта будет продолжаться, борьба беспощадная с теми, кто несет эту заразу, кто вовлекает наших детей. На форуме представили новую социально ориентированную некоммерческую организацию Краснодарского края «Матери Кубани против наркомании». Рассказали об основных направлениях деятельности и целях общества. Объединение усилий матерей края в профилактике наркомании, оказание методической помощи, психологической правовой поддержки созависимым лицам и семьям, объединение матерей по месту жительства для организации совместной работы с несовершеннолетними и молодежью. Участники форума обсудили приоритетные направления в борьбе с наркоманией, обсудили эффективные методы воспитания здорового поколения. И молодые люди, студенты, и наши мамы, и спортсмены, все объединяются в едином порыве, чтобы поставить заслон на пути распространения этого зла. Работа первого краевого форума под названием «Здоровое поколение. Крепкая Кубань» прежде всего направлена на профилактику наркомании в подростковой среде. Проблемы лучше и легче предупредить, чем потом бороться с последствиями. На хуторе Чембурга состоялись пятые юбилейные соревнования по мотокроссу в память анапчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных боевых конфликтах. Соревнования прошли в спортивном городке. Участвовали дети и опытные спортсмены в классе «Мастер». Самый юный участник мотокросса – шестилетний анапчанин Валера Ескин. Соревнования прошли в восьми классах мотоциклов. Приехали 74 спортсмена из Южного федерального округа Удмуртии, Нового Уренгоя, Республики Крым. Вадиму Колесникову 8 лет, стаж в мотоспорте – 3 года. Я люблю мотоциклы, потому что они быстрые и мощные. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александра, светил мотоциклы. 15-минутная тренировка на трассе и первыми стартовали самые юные участники. Победитель у нас является по сумме двух заездов. То есть, первый лидер, и от него идет отчет, кто за ним ехал. Это носит такой характер у нас традиционный, поэтому люди все знают, они приходят сюда. Первые соревнования по мотокроссу в хуторе Чембурга прошли 10 лет назад. Десятилетний юбилей создания автономной спортивной организации «Патриот» отметили организаторы соревнований. За годы изменилось многое. На месте карьера построили спортивный городок с развитой инфраструктурой. Сегодня нам можно проводить соревнования как всероссийского, так и мирового уровня. Я думаю, что пройдет немного времени, и к нам поедут не только со всей России, но и со всего мира, и с Европы для того, чтобы провести эти замечательные соревнования спорта мужественных людей. Спортивную трассу покоряли не только мальчики, а на Пчанке Софье Погореловой 10 лет. Мотоспортом занимается два года. Первый мотоцикл подарил папа. На Субсидском поле первый раз на четырех колесах были, а потом 12 занятий спустя, и тогда он снял мне два передних колеса. Тогда, год спустя, я участвовала в первых трех соревнованиях. Ну, самое главное – участие и получать какие-то успехи, и самое главное – без травм быть. По итогам двух дней в группе с объемом двигателя мотоцикла 50 кубических сантиметров возраст до 7 лет первое место занял Алексей Федорцов из Железноводска. В классе 65 кубических сантиметров от 8 до 11 лет – золото Алексея Орлова из Краснодара. В группе 85 кубических сантиметров в возрасте от 12 до 15 лет лучшим стал Алексей Бурмистров из поселка Архипо-Осиповка. В классе свободный от 15 до 45 лет первое место у Ивана Дегтярева из Анапы. В классе мастер от 45 до 51 года – золото у Александра Кузовкова из Станицы Северская. В классе ветеран от 51 года и старше первое место занял Анапчанин Владимир Кравцов. Победители получили грамоты, кубки и денежные призы. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин Влад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В среду 7 мая в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 15-18, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 14 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. И уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует... Продолжение следует...